И если раньше конференция сама избирала профессоров, то сейчас их назначались военный министр, военный инспектор, собственно говоря, и это было не то, что это не нравилось студентам, это не нравилось уже профессорам. Потому что это не только ставило их подчинение непосредственно военным, но и вводилось вот это управление, перегаренное управление. Академия празднялась и, по сути дела, оно превращалось из научного учреждения, напрямую подчиняющегося министерству, военному министру. Наука уходила на задний план, на предний план подвигались разные отчеты писать, отчитываться и так далее. Вы все представляете, отчеты и перечень. Следующим было введение нового формы. Сухомынов ваги. Традиционно, вот если, в наше время, если кто-то военную форму, любая, начинается с введения военной формы, обведение военной формы, это значит, что кто-то хочет украсть денег на поставках этой военной формы, там, у Дашки, или в Круктон, вот, Дэвидс, вот эти, там, заказы. Соответственно, в этом кто-то был заинтересован. Не хотели, это тоже протестовали. Геккер оказался в числе протестантов, опять сухомынов доложили. Ну и вот, и вот такие вот раздражения накапливались. И в то же время, значит, было известно дело Берлиса, о котором уже Фаина Лазаревна нам говорила. И Берлиса, и Берлис сам, о котором говорили в своей автобиографии, что еще моему увольнению из МВА, ГВМА, способствовало моему участию в экспертизе по делу Берлиса, которая способствовала оправданию Берлиса, освобождению его, а в чем было не заинтересовано высшее руководство. Ну, я не буду подробно останавливаться на деле Берлиса, хотя это самое громкое дело, значит, начала века, и будораживало буквально всю страну. Все были в движении. Евреи ожидали, что их огромным будут устраивать. Революционеры там, рабочих, подговаривали сдачки по поводу тела Берлиса. Газеты только об этом написали. Длилось оно два с половиной года. Вот это вот дело убийства, по поводу убийства Андрюша Ильичинского, вот это произошло в марте 2011 года, значит, вот обнаружено его тело в пещере. Значит, первое вскрытие, значит, второе вскрытие, похороны Ильичинского, вот там экспертиза, какие ранения, ранения были нанесены так называемой швайкой. Швайка – это сапожное сушило, колющий предмет. Ну, короче, 47 ранений всего, и второе до смерти, обнаружили в пещере со связанными руками. То есть, жестокое убийство, да? Вот, начали расследовать. Расследование длилось два с половиной года. Значит, кто убил и зачем, да? И вот тут появилась вот эта версия, вот мы говорим о, значит, вот антисемитизм, он не Гитлер придумал, антисемитизм. Антисемитизм был и у нас в России. Это, значит, и еврейские погромы, и черта оседлости, которую еще Екатерина II пила, да? И начали искать, вот были такие люди, экстремисты, значит, на почве религиозной, национальной. И вот один из них, вот инициатор Полупик, вот здесь, значит, такой Чеплинский, который следствовал, Сеонс Паранатис, то есть они выдвинули такую версию. Они выдвинули версию, что к убийству Андрея Шевчинского причастны евреи. Для чего они его убили? Они убили для получения крови. Зачем им нужна была кровь? Они эту кровь якобы подмешивают в какую-то там пищу маску или что-то, в какие-то кушения, на которые они готовят накануне своей еврейской Пасхи, да? Вот, ну, народ-то внушаемый, легковерный, но и стали этому верить. И было реально опасение, вот, погромов. И в деле уже в апреле появляется первое упоминание актуальной версии, показания в первый Чепиряк. В первый Чепиряк, это вот его сын Женя Чепиряк, с которым дружил Андрей Ищинский, и который, даже в первый Чепиряк тоже подозревали в причастности к убийству, дважды ее арестовали. Она там была, и версия такая, что она была скучницей Крагенова, и вот это, что он, Андрей Ищинский, обещал рассказать об этих всем воронских делах. Вот, и этот Женя, ее сын при загадывающих обстоятельствах, он, в общем-то, погиб. И уже 22 июля нашли непосредственно виновника, в неделе двигался. На него показал он Казимир Шаковской, фонарщик, который раньше воровал деньги на заводе, он был приказчик на заводе в Зайцево, а воровал деньги, дрова воровал. Берясь его, я за этим делом застал, он решил ему отомстить, и вот показал, что он с этими мальчиками, значит, был. Ну вот, его арестовали и держали два с половиной года, значит, под следствием. И тут вот возмутилась вся прогрессивная общественность и наша интеллигенция российская, и зарубежная, были организованы комитеты защиты дел и дела Бериса. И, значит, организован сбор средств, организована защита. И вот тут мы подходим к вопросу, при чем тут Бехтерев, при чем тут Цигорский. Вот как раз о том, что говорил Владислав Казимирович, когда они познакомились. Они познакомились, значит, как только Бехтерев поступил в Академию, да? А как только он поступил в Академию, он через месяц заболел. Попал к нам в клинику, в нашей клинике лежал, вот Илья Михайлович Кузнецов нашел его историю болезни, и личным врачом был, значит, Иван Алексеевич Сикорский. И самое интересное, что Бехтерев сам неправильно оценивал свое состояние. В своей биографии он писал, что он болен неврастынией. Вот я на первом курсе заболел неврастынией, впрочем, скоро поправился, да? Когда Юрий Михайлович поднял историю болезни, оказалось, что там никакая неврастыния. Там был психоз. Там были слуховые зрительные галлюцинации, он видел там по улицам, ходили люди с оторванными головами. Там было развернуто антикотическое состояние. И, собственно говоря, Бехтереву повезло, что психиатры не придумали такого диагноза, как шизофрения. Вот в наше время попадил на нашу клинику, Бехтерева, первокурсника, 100% уволили бы из армии, очистили бы из академии. И он с этим диагнозом вряд ли в какой медицинский институт поступил. И что еще интересно, что он же гораздо старше Сикорски, Бехтерева, он же врач. Тем не менее они подружились. Ну, действительно, там чуть больше месяца у нас пролежал, а потом они подружились. Он ходил к нему в гости, к Сикорскому. Сикорск к нему привил интерес к психиатрии. И они были, даже, не сказать, близкими, знакомыми, друзьями. И вот эта история, экспертиза по делу Виллиса и экспертизы. Вот проводили первые экспертизы, судебно-медицинскую, профессор Касародов из нашей академии, профессор кафедры судебной медицины, то есть он анатом. И его экспертизу, начали его буквально затравить. Газеты, а газеты в то время была пресса свободная, были так называемые демократические газеты, были черносотенные, газеты. И, значит, демократические газеты Касародова стали буквально травить. И говорит, что он от царского правительства за экспертизу по делу Виллиса получил 4000 рублей. А он получил эти деньги. Все получали деньги, эксперты. Никто даром там не работал, в том числе в Викторе. Вот Сикорский один не получал за это денег. Игорь Диев получал деньги за свою экспертизу по делу Виллиса. Он больше получил. Его брат Николай говорил о том, что он получил за экспертизу по делу Виллиса 10 тысяч рублей. Это очень большие деньги по тем временам, когда на три рубля корову можно купить. Но Николай отмечает, что это деньги он себе в карман не положил. А Виллиев отдал эти 10 тысяч рублей на строительство противоалкогольного института. А я читал экспертизу Касародова. Там ничего нет о ритуальном убийстве. Там он говорит только о том, какие характеры ранения, какие смертельные, какие не смертельные. О ритуальности вообще ничего не говорится там. Тем не менее, его затравили, он вынужден был из Академии убориться. А вот Сиборский, он да, он не любил евреев. И он, значит, в своем заключении, он не любил евреев еще раньше. Когда он писал, выступал против пьянства и говорил, что евреи испаивают русский народ, вот жангари, вот эти, которые продают водку там русскому народу. А он не сказал даже в своей экспертизе, что Мендельбинь Кривис убийца убил Ищинского с ритуальной целью. Он просто не исключил убийство с ритуальной целью. И вот за это на него все ополчились. И он провел две экспертизы. Одна экспертиза была в 1912 году, вторая была в суде. Ну вот. И вот эти экспертизы всколыхнули. Потому что если не исключалось возможность ритуального убийства, тогда не исключались его огромные. Значит, и эксперты со стороны защиты тогда в суде были приглашены, это вот Павлов и Левкиев, они приехали специально в Киев. Они там месяц жили, месяц проводили экспертизу. И они убедительно опровергли ритуальную версию убийства. И доказали, что это убийство Ильича Ищинского к ритуальному убийству никакого отношения не имеет. И Белеса, в общем-то, оправдали. Вот самое интересное в этой экспертизе, она вошла в историю как первая судебно-психиолога-психиатрическая экспертиза. Ну что интересно, не Сикорский как психиатр, не Бехтерин как психиатр. С Неделем, Белесом ни разу не встречались и с ним не разговаривали. А все сводилось к характеру ранений и прочее. И вот эта ситуация, она больше ста лет прошла. А вот это вот дело Белеса, вот как была острая проблема тогда, так и сейчас. Осталось, вот когда 8 лет назад мы с Владиславом Казимировичем и с главным судебно-психиатрическим экспертом военным Юрием Логиным написали статью о истории судебной психиатрии в России, так на нас ополчились, называя военных психиатров, почему-то нас стали называть антисемитами. Да? То есть насколько островная ситуация, она сохраняется. Ну вот. Ну и вот экспертиза Бехтерева, нас москутского, на то, что его оправдали присяжные, освободили. И он вскоре уехал, значит, в Палестиму, потом в США, ну и вот умер аж в 1935 году и написал книгу «История моих страданий». Вот. Но страдания-то не закончились. И кровь-то все-таки пролелась. И вот это внимательно уже следил за экспертизой по делу Береса Труцкий. Он был журналистом и писал на эту тему. И он явно так. И когда большевики пришли, власти, они все, до кого только они могли дотянуться, они всех расстреляли. Все вот это вот, министры юстиции, которые выступали как бы на стороне, значит, обвинения, все вот, все были расстреляны. Потом, когда в Киеве... В итоге начали зря. Время. Ну, в принципе, я могу сейчас, я могу через минуту. В Киеве была расстрелена Бера-4, да? Сикорскому повезло, что он умер незадолго до того, как пришли большевики в власти. Ну, я имею в виду, что если бы они могли дотянуться, если бы Григорьев не уехал в Соединенные Штаты, то его бы наверняка расстреляли, а он так уехал на его с вертолетов до сих пор, значит, в армуре США летает. Ну, и тогда, значит, эта вся ситуация, его, значит, истекли 35 лет с срока, ему должны были продлить, не продлили. Угулили из Академии, и еще министр Кассо, значит, не утвердил его в должности заведующего актера психиатрии женского института и директора птико-неврологического института. Вот так он остался без работы, но, как ни странно, значит, это, пошло, это может быть ему на пользу, значит, потому что он был обижен царским правительством, и в советское время, именно векте его, значит, пошло, почему мы здесь сейчас собираемся, безусловно ради его заслуг. Ну, и он пришел, и как все врачи байкотировали, он пришел к большинякам, я буду сотрудничать, и не дали ДЦУ институт, но, значит, ну, и, в общем-то, заканчивая, легендарная личность, значит, порождает различные легенды, ну, и, вот, сегодня уже упоминалось легенды о смерти Бехтелева, о его отравлении. Вот 20 лет назад, когда я начинал писать книгу о Бехтелеве, легенд версии смерти, отравление Бехтелева было чтение, в том числе и вот это, связанное со стариками. Сейчас их уже сильно, но это уже тема другого отдельного тормоза, благодарю за внимание.